Всем привет! Многие знают, что Тор-браузер недавно был заблокирован. Такие же блокировки есть в некоторых странах уже давно. Сейчас я покажу, как вы можете пользоваться Тором, несмотря на все ограничения. Для этого нам нужно будет его скачать и настроить, чтобы вы могли посещать в интернете то, что вам нужно. А бонусом я расскажу о Торе на Android. Пару слов о Торе. Многие скажут, что его используют только хакеры и мошенники, но это совсем не так. Большинство людей используют Тор для обхода блокировок и работы. А только 2,6% для мошенничества. Тут, кстати, не учитываются пираты, чтобы вы понимали. Это я к тому, чтобы все понимали, зачем нужен Тор. Еще Тор используется для входа в Даркнет и для открытия Монион сайтов. О том, как проникнуть в Даркнет, я рассказывал в одном из своих популярных видео на канале. Я же, например, использовал Тор-браузер в работе SEO. Мне, например, нужно было с разных стран подключаться к различным международным сайтам и проверять, как они настроены, как они работают и так далее. Это очень-очень полезный инструмент для многих сфер работы в интернете. В общем, думаю, суть вы поняли, что мошенники пользуются Тор-браузером, но их очень-очень мало. Но вот на данный момент получается так, что из-за этих 2,6% мошенников хотят заблокировать вообще весь Тор и, соответственно, сети Тора. Я вам сейчас покажу, как Тор скачать. Ну, во-первых, что вы можете попробовать? Неважно, в какой стране вы находитесь, в любой стране в дальнейшем Тор могут заблокировать, потому что там есть нюансы. Опять-таки, есть те, кто пользуются этим Тором в мошеннических целях. Но большая часть людей пользуются для того, чтобы обходить какие-то ограничения в интернете. И это есть в России, в Казахстане, есть в разных Киргизстанах и так далее. То есть там проблемы именно с цензурой в интернете. Если вдруг вы заходите на сайт torproject.org, ссылку на этот сайт я не оставлю в комментарии, потому что YouTube эту ссылку зарежет, так как ее нельзя сейчас официально оставлять. Так что имейте это в виду, можете просто вручную ее перебрать. Ну и попробовать, естественно, зайти на этот сайт. В большинстве случаев, если Тор на территории вашей страны заблокирован, то зайти на этот сайт вы, скорее всего, не сможете. Если сможете, тогда все очень-очень просто. Нажимаете кнопочку «Скачать для Windows» либо «Скачать для Android». И в зависимости от того, чем вы пользуетесь, там, если даже у вас Mac или Linux, то можете качать и для них. То есть тут никаких проблем у вас не возникнет. Но что же делать тем, у кого этот сайт уже заблокирован? А в России у большинства провайдеров он уже заблокирован. А те, кто кричат, что у меня еще Тор работает, он у вас будет работать еще недолго. Потому что провайдеры просто не смогли его пока что временно заблокировать, отключить. У них на это есть некоторое время. Так вот, через некоторое время все заблокируют. Поверьте, и работать он у вас в обычном режиме перестанет. Поэтому, чтобы его скачать, есть несколько других вариантов. Допустим, самый простой вариант – это скачать его на GitHub или либо через GitHub. Опять-таки, GitHub пока что не заблокирован в большинстве стран. Но эта блокировка может быть задействована в любое время, потому что он может тоже попасть не в милость. И вдруг, если это все-таки произойдет, тогда пишите в комментариях под этим видео. Будем искать другие зеркала, с помощью которых можно будет, соответственно, скачать Тор. Ну и ссылку на GitHub, конечно, пока что можно оставить, и YouTube эту ссылку не зарежет. Поэтому вот эту ссылку на GitHub я оставляю. Что это за ссылка? Это ссылка на документ, в котором хранятся все зеркала на сайты Тора. Соответственно, все зеркала сайта Тора не могут быть заблокированы, потому что они находятся в разных сайтах, на разных доминах и так далее. И многие об этих сайтах даже и не знают. Тем более, эти сайты могут со временем меняться, но одно маленькое но. Этот файлик не менялся с 2015 года, поэтому не все здесь ссылки, которые я сейчас буду показывать, они будут работать. Допустим, вы зашли уже на этот сайт по моей ссылке. Вы увидите вот такой вот список, в котором вы можете выбрать практически любой сайт. Вот такой вот. Если вы видите, что там написано что-то связано с Тором и в конце написано DIST, это значит, что вы можете попасть на страницу, где откроются все дистрибутивы, которые вы можете скачать непосредственно с какого-то конкретного зеркала Тора. Но вы должны еще понимать, с какой стороны это будет происходить, потому что если вы, допустим, находитесь там в Казахстане, в России, в Киргызстане и так далее, то вам желательно бы лучше скачать с тех сайтов, которые находятся поближе. Вот тут написано United State, то есть это сайт Тора, который находится на территории США. Нам он довольно далеко и может с него очень-очень долго все качаться. Поэтому нам нужно найти что-нибудь поближе. И тут в этом списке огромное количество зеркал, в которых могут находиться вот эти самые сайты. Ну вот, допустим. Возьмем какой-нибудь другой сайт. Вот, допустим, на Украине пока что Тор доступен, и я не думаю, что на Украине его будут блокировать. И можно взять вот, например, вот такую ссылку. Украина максимально близко к России, максимально близко к другим странам, где блокируют этот самый Тор. И просто берем вот это дело, нажимаем правой кнопкой. В Chrome это перейти по адресу. То есть в данном случае вот так вот у вас откроются дистрибутивы. Я сразу хочу сказать, что это я уже знал, что он рабочий. И другие варианты они могут быть не рабочие. Вам нужно будет проверить несколько вариантов перед тем, как вы найдете именно рабочий сайт. И обратите внимание, что этот индекс пока рабочий. Здесь находятся все последние версии Тора. Не только последние, а и предыдущие версии исторические. И в данном случае здесь можно покопаться и найти то, что вы можете скачать. Если вас интересует именно для винды, то вам нужно будет вот здесь выбрать Тор браузер. Здесь вам нужно будет выбрать версию, какую вы хотите. Самая последняя версия не бетка. Это у нас 11.02. И далее вы опускаете в самый низ, потому что в самом низу будут именно экзешники. И еще по экзешникам нам нужно будет выбрать наш язык. То есть тот язык, который мы используем. Ну в моем случае, естественно, я выбираю экзешник русский. Если вы видите вот такую надпись Win64, это для 64-битных систем. Если вам нужна 32-битка русская, то, соответственно, ищите вот здесь вот в RU. И вот он у нас инсталлятор 32-битный. В моем случае я буду качать 64-битную версию, естественно, RU, чтобы у меня все нормально работало. Нажимаю на эту ссылку. Как вы видите, спокойно начинается загрузка. Все спокойно открывается. И вот сейчас я уже запускаю установку Тора. Нажимаю кнопочку OK. Нажимаю кнопочку установить. И так далее. Сейчас многие скажут, что есть специальная возможность, которая позволяет скачать Тор через почту. И на самом деле это так. Вот этот самый JetTor, который я показывал, это и есть часть программы, которая позволяет качать Тор через почту. Но почему-то я попробовал сделать это через почту, и мне Тор ни разу не прислал правильный ответ. Ни разу не прислал мне ссылку на скачивание. Поэтому в данном случае, так как я это проверил и у меня это не работает, я это никому рекомендовать не буду. Хотя вы можете на определенный адрес, который называется JetTorqueTorqueProject.org, отправить письмо, в котором указать, какая у вас операционная система в теле письма маленькими буквами, например, Windows. И далее указать язык, который вы хотите скачать через пробел ru. И отправить им это письмо. Я это дело показывать не буду, потому что у меня оно не работает. Зачем вам показывать то, что не работает? Возможно, у меня оно не работает из-за того, что я пробовал скачать на русскую почту. Возможно, оно будет работать, если использовать любую другую почту. Тот же самый Gmail, например, или Yahoo, и так далее. То есть то, что не русское. Но в моем случае я вам показываю именно вот этот индекс. И сейчас вы уже видите, что у меня Tor установлен. Вот здесь я убираю вот эту галочку и нажимаю кнопочку «Готово». Обратите внимание, что Tor устанавливается по умолчанию в папку на рабочий стол. Вот она, эта самая папка. И здесь вы уже можете попробовать подключиться. Но есть одно маленькое «Но». Во-первых, перед тем, как подключиться, у вас подключение может не пройти, так как сейчас подключение во многих странах блокируется. То есть если я сейчас нажму «Соединиться», то у меня все нормально полетит. Обратите внимание, все у меня нормально полетело. И в данном случае все прекрасно работает. Я уже здесь могу там вписать, например, тот же самый свой сайт. Это «Дагдагпоиск». Сейчас интересно, найдет он мой сайт. Да, вот он, нашел его спокойно, даже с неправильной раскладкой. И в моем случае, обратите внимание, Tor у меня работает. Если я проверю айпишник, то здесь будет уже айпишник мой ненастоящий. Вот, обратите внимание, он мне показывает, где, интересно, я нахожусь. Я нахожусь сейчас в Германии. Вот такой вот прикол. И в данном случае, естественно, я сейчас нахожусь не в Германии, чтобы вы понимали, потому что я точно не в Германии. Так вот, у вас это все может не работать. И в данный момент, в тех странах, где заблокирована сеть Tor, вы должны будете использовать мосты. Как это сделать? Когда вы уже включили Tor, у вас не будут работать никакие сайты, кроме самого сайта Tor-браузера. И в данном случае есть вот такой вот сайт, который называется русский torbrowser.ru. Можете его прямо переписать, скопировать. Он у вас должен работать в большинстве стран, в том числе и в России, пока его не блокировали. Но с этого сайта именно Tor-браузер вы скачать не можете, потому что он все равно ведет на официальную ссылку официального сайта, который у вас открываться не будет. Но на этом сайте есть интересные статьи, с помощью которых вы можете настроить тот же самый мост. И как это сделать? В данном случае, чтобы сделать настройку моста, вам нужно будет перейти по вот такому вот адресу. Этот адрес я не могу, опять-таки, оставить в описании под этим видео. Берите его просто сейчас, переписывайте. Я сейчас все это дело делаю крупно. И вы видите, какой у нас адрес. bridges.torchproject.org.options Так вот, когда вы уже сам Tor установили, подключение к сайту Tor у вас будет в любом случае уже доступно. То есть даже если у вас блокируются Tor-протоколы, к этому сайту вы сможете подключиться. Нажимаем кнопочку Enter. И здесь, во-первых, вы можете выбрать русский язык, если вдруг вам на английском непонятно. Но, в принципе, мне и на английском понятно. Просто я вам покажу, что здесь можно выбрать и русский. И в данном случае здесь кнопка остается на английском, но здесь все понятно. Вы можете получить специальные мосты-трансляторы, которые позволяют обходить различные блокировки, которые могут устраивать в различных странах. Так вот, вот эти самые мосты, они позволяют избежать блокировки ту, которую сейчас могут устроить вам провайдеры. Нажимаем «Хочу получить мосты». Здесь иногда нужно будет прописать вот эту самую ерунду. То есть, чтобы бот понимал, что вы реальный человек, а мосты не даются какому-то другому боту. Ну, не во всех случаях у вас появится это сообщение, но если оно появилось, нажмите и введите правильно. Обратите внимание, вот у нас появились мосты. Теперь мы берем, нажимаем кнопку «Выбрать все». И эти мосты, соответственно, нам нужно будет теперь вставить в браузер. Чтобы это сделать, нажимаем вот эти вот самые три кнопочки. Здесь переходим в раздел «Настройки». Здесь опускаемся в раздел «Тор». Вот здесь есть кнопка «Использовать мосты». Далее вы можете запросить мост у Torproject.org. Здесь ставим его. Далее вы можете указать тот мост, который вы получили. В нашем случае мы вставляем здесь те мосты, которые нам были даны на том сайте, где мы их получили. Опять-таки мы их получили с Тора. Но в любом случае вы можете вот здесь нажать кнопочку «Запросить мост у Torproject» и нажать кнопочку «Запросить новый мост». Просто эта кнопка, она не всегда может работать. Вот эта часть по мостам будет работать 100%. Если вдруг вы не заходите на этот сайт, попробуйте через эту кнопку. То есть как это работает, я не знаю. Скорее всего, это зависит от того, что именно блокируется вашими провайдерами. Но чаще всего вот эта работает, а кнопка «Просто запросить новый мост» не работает. Но в данном случае вот здесь мы поставили новые мосты. И далее нам просто ничего здесь не нужно делать. То есть мы поставили галочку «Использовать мост» и указали свой мост. В данном случае теперь у нас Tor Browser. Мы меняем здесь новую личность. Нажимаем «Ес». И Tor Browser перезагружается, уже используя мосты. И в данном случае попробуйте еще раз что-нибудь сюда ввести. Там, например, «Привет». И посмотрите, будет ли у вас работать поиск «Дагдагол». Смотрим. Поиск у меня работает. И в данном случае уже работа происходит именно через мост. Понятно, что работа через мост, она будет еще медленнее, чем работа обычного Тора, который есть некоммерческой организацией и который не может выделять там огромные серверные мощности для того, чтобы все подключались спокойно и работали. Но как момент того, что если у вас вообще в стране заблокировали все, вы нигде ничего не можете скачать, то вы можете спокойно использовать этот Tor. В данном случае через Tor вы можете уже себе поставить VPN-ку. В данном случае вы можете использовать прокси-сервера. То есть в зависимости от того, как в вашей стране, насколько сильно все заблокировано, можно найти различные варианты, о которых я уже рассказывал, как обходить блокировки в различных странах. И можно попробовать использовать какие-то вещи, программы, которые могут помочь обойти вам блокировку. Вот это первое, что я хотел рассказать. Второе. Как вы можете, допустим, получить доступ к мобильной версии Тора? То есть есть старая версия, которую точно никто пока что блокировать не будет. Это две программки, которые называются Orbot. И они спокойно доступны в Google Play приложении. То есть в данном случае, обратите внимание, все у нас нормально работает. И, кстати, после перехода по этой ссылке вот здесь есть официальный Tor-браузер. Так вот, в Google Play пока Tor-браузер не заблокировали. Но, возможно, его заблокируют. А именно Orbot и Orfox его не заблокируют. Вы можете, пока у вас есть еще возможность поставить Tor-браузер из Google Play. То есть перейти в Google Play и можете как ставить Orbox и есть еще вот такой вот Orfox. Это две программы, которые используются для работы приложения Тора на мобильном устройстве. Если вы не хотите две устанавливать программы, хотите, чтобы у вас все было вместе, переходите по вот этой ссылке Tor-браузер и у вас открывается уже Tor-браузер в Google Play. А, в принципе, вот эту ссылку на Google Play я могу оставить, пока она рабочая. Но, насколько это все будет дальше работать, пока что непонятно. Поэтому имейте это в виду. Если вдруг вот эта ссылка перестанет работать, либо на территории ваших стран удалят вот эту ссылку, то Orbot и Orfox, они у вас будут работать. Причем Orfox вы можете скачать не только на их официальном сайте, а в приложении Google Play тоже это все дело есть. Ну и последний вариант. Опять-таки, 4PDA уже блокируется на территории некоторых стран. Об этом многие это знают. Есть ссылка на 4PDA, на которую вы можете перейти и скачать вот самый Tor-браузер для Android, который вы будете качать непосредственно здесь. Здесь можно скачать как с официального Google Play, так и непосредственно с сайта 4PDA. Тоже ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Пока ссылки на эти сайты можно оставлять. Но, если вдруг они будут заблочены, то, в принципе, вы можете их просто с моего видео переписать. Вот так вот они будут выглядеть. Теперь еще один маленький секрет, которым лично я пользуюсь Tor, но это, как вы знаете, мне нужно только для работы. Мне для работы нужно подключаться к различным сайтам с какой-то конкретной страны. То есть я, допустим, нахожусь во Франции, а мне нужно подключиться к сайту, например, из Нидерландов. Как я это делаю с помощью Tor? То есть Tor можно использовать как VPN-сервис, подключаясь от какой-то конкретной страны к этому самому браузеру. Как это все будет происходить? Вам нужно будет закрыть Tor. То есть мы его закрываем. Далее мы переходим в папку самого Тора. И идем по такому пути. Браузер. Tor-браузер. Data. И опять-таки Tor. Вот здесь у нас есть файл, который называется Torque. Открываем этот файл. Вы можете открыть его через блокнот. Нажимаем кнопочку ОК. Обратите внимание, что если вы используете мосты, у вас будет здесь вот такая вот надпись. И это нормально для использования мостов. То есть у вас тут будут свои мосты, которые вы используете. В моем случае я эти мосты потом буду отключать, но я вам просто их показывал. Так вот, если вы хотите, чтобы вы подключались к какой-то конкретной страны, то есть вы, допустим, находитесь там в России, а хотите, чтобы подключились вы через Tor, например, с Нидерландов, то вы делаете что? Все. Дописывайте вот такую вот строчку, которая называется Exit Node. И делаете фигурные скобки, а в ней вписываете ту страну, с которой вы хотите подключиться в кодовом ее формате. В данном случае Нидерланды это NL, по-моему. Сохраняем этот файл. Нажимаем кнопку Сохранить. Все, у нас этот файл сохранен. И теперь проверяем работу нашего Тора. То есть заходим обратно в Start Browser. Обратите внимание, что у меня теперь появилась новая кнопка Соединиться. Нажимаю Соединиться. Подключение у меня произошло. Теперь проверяю свой IP. Ну и обратите внимание, тут уже сразу видно, что в принципе браузер детектит, что я нахожусь якобы в Нидерландах. Ну, по крайней мере, он показывает, что тот IP, который используется, он относится к Нидерландам. И в данном случае можно даже уже IP не проверять. Как вы видите, все прекрасно работает. Здесь он учитывает Нидерланды. А вот если я, допустим, опять-таки закрою браузер. И вот здесь просто уберу ту строчку, которую я внес. Нажимаю кнопочку ОК. То есть вот тут у меня появилась Exit Not NL. Он, наверное, само исправило, кстати, на большие буквы. Закрываю, сохраняю. И опять-таки открываю Тор. То далее даже в поиске у меня не будет детектиться, что я нахожусь в Нидерландах. Соединиться. И вот видите, у меня здесь даже не просматривается, какая именно страна у меня подключена. То есть я не выбирал конкретно Нидерланды. И в данном случае IP-шник у меня теперь будет какой-то другой. В общем, вот такая вот история. Надеюсь, видео вам было полезно и интересно. Теперь вы можете воспользоваться Тором, даже если сеть этого самого Тора блокируется на территории вашей страны. А нужно только использовать мосты. Я показал, как вы можете использовать тот же самый Тор на Android-устройствах. Помимо самого браузера Тора, вы можете использовать Orfox и Orbot. Orbot – это непосредственно подключение к другим IP-шникам. А Orfox – это сам браузер, который работает с этим самым подключением. Ну или сам Тор-браузер вы можете в Play Market пока еще скачать. Кроме того, я вам дал целую кучу различных ссылок, по которым вы все это можете найти. А если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы или проблемы, пишите об этом в комментариях. И в комментариях уже там можно будет хоть какими-то ссылками делиться, чтобы их потом не удаляли каждые 5 секунд, каждые 5 минут. Поэтому пока что все работает так. Ну и не забывайте, что вот эта вот самая ссылка на JetTor, тут не все вот эти сайты, которые я вам показывал с дистрибьюторами, они не все работают. То есть вам придется пролистать несколько штук, чтобы найти рабочие, потому что из них где-то только третий рабочие, а все остальные идут нерабочие. Но, соответственно, так как их тут много, всегда можно найти тот, который в вашей стране не заблокировали и который нормально работает. На крайняк, на крайняк еще, в принципе, можно в Телеграме добавить ссылки на все эти версии Торов и через Телеграм их качать. Через Телеграм особенно удобно будет качать их на телефон. Прямо если у вас вообще совершенно ничего не будет открываться, тогда сделаем в Телеграме отдельный пост, в котором будут все эти ссылки. Через Телеграм, естественно, вам никто ничего не блокирует, вы спокойно через Телеграм все это дело сможете скачать. Ну что ж, надеюсь, был вам полезен. Самое лучшее, что вы можете сделать для моего канала, это репостнуть любое мое видео у себя в социальных сетях либо просто рассказать о моем канале своим друзьям. Поэтому заходите на канал, смотрите видео, возможно, что-то из них вам понравится. Здесь есть очень много интересных, полезных видео по настройке Windows, Android, о различных лайфхаках, а также есть блок IT новостей. Очень интересные новости, заходите, посмотрите, возможно, вам это дело понравится. Ну и если не хотите пропадать из поля видимости, хотите видеть, что выходят мои новые видео, то, конечно же, можете подписаться на канал. Но, как я уже сказал, подписка не главное. Главное, репост моего видео, рассказать о моем канале друзьям, это будет самая огромная и полезная помощь для меня. Ну а на этом всем пока.